Юные каратисты слушают наставления и внимательно смотрят за каждым движением вот этого большого дяди, имя которого для них мало что говорит. Он куда больше знаком родителям подрастающих бойцов. Если я бью ногой, а ногами оставить вот так, что тут удар? Ни о чем. А если я разворачиваю стопой, вот уже мощь пошла какая-то. То есть показывает куда абсолютно правильно. Кто-то знает его как спортсмена и выдающегося бойца ММА. Тому-то его лицо знакомо больше по популярным американским боевикам. Ты стреляешь не в тех. Откуда я знаю? Иначе мы с тобой не вели бы этот разговор. Другие же знают его как общественного деятеля и просто отзывчивого человека. Естественно, люди, которые пострадали, мне что нравится, что никто не сдается, все верят, что помощь придет. Однако, каким бы разносторонним ни был Олег Николаевич, славят его в первую очередь как экс-чемпиона мира по UFC. Дебют тогда, в 1995-м, не совсем удался. А вот сразу следующий турнир Токтаров выиграл. В базе у него самбо. Однако, во Владивостоке советы давал каратистам. И причем только детям. Так, сейчас я серый волк, я злой серый волк. Я тебя хватаю. Срывай. Давай. Еще раз. Быстро. Кто может, как Егор, ножками не забывай. О, молодцы. Дети – это все-таки такие чистые сосуды, в которые еще не поздно заложить какие-то знания, информацию. Иногда даже просто постоять с ними. У них откладывается на всю жизнь в памяти. Они потом, допустим, смотрят какие-то там мои чемпионские бои или что-то такое. Они у них остаются в памяти. А он обычный, нормальный, живой человек. Значит, я тоже таким могу быть. Открытую тренировку Токтарова посетили ребята из местного филиала международной организации Ашихара Карате Нико. Эта федерация контактного карате сейчас считается новинкой, хотя раньше она уже была в городе. В 2016 году ее возродил именитый приморский боец Игорь Хатинский, который и предложил Токтарову идею мастер-класса. Тут самые начинающие приемы самбо. Он очень сильно хотел показать именно то, с чего начинается самбо. То есть сначала он начал с простых приемов, а сейчас там все-таки уже начинают потяжелее показывать. То есть самое основное, то, что детям интересно, то, что детям будет просто. Всего в тренировке приняли участие порядка 25 детей. Как отмечает сам Олег, его мастер-классы любят по всему миру. Единственная разница – за рубежом почему-то ценят больше, чем здесь. У меня очень часто бывает, снимаю, снимаю, снимаюсь. Допустим, в 6 часов вечера мы заканчиваем съемки, за мной уже машина приехала, и мы едем в какой-то клуб. У нас это бывает реже. То есть, к сожалению, у нас в стране не ценятся две профессии. Это доктор и учитель. Представители местного карате договорились с Токтаровым, что этот урок не станет последним. В дальнейшем и приморцы собираются для обмена опытом съездить в родной город знаменитого бойца – Саров. Тем более, что у детей остались только положительные эмоции от большого русского медведя. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.